Наступила долгожданная пятница на календаре 26 июля. Мы с вами уже по традиции забираем из типографии первые экземпляры свежего номера Одинцовской недели и готовимся к прочтению. В парке Малевича приземлился центральный лесной оракул, а помимо него затерялись среди деревьев еще 10 арт-объектов. Одни экспонаты напрямую связаны с творчеством авангардиста, а вот над символикой других придется поломать голову. Если вы еще не посетили новую экспозицию парка Малевича, рассказываем все ее секреты. 310 лет назад Гангутское сражение в Балтийском море стало первой морской победой русского флота. Тогда Петр I приказал ежегодно устраивать празднование в честь победной даты. Одинцовская неделя нашла настоящего моряка-земляка, а он поделился с редакцией секретами флотского братства. Отстояние на гвоздях до тайн ночного леса. Так, в субботу на Лазутинке прошла ежегодная акция «Ночь в парке». Более трех тысяч человек насладились живой музыкой, устроили фотосессию с лесными обитателями и отыскали древние окаменелости. Впечатление уже в газетной статье. В эпоху интернета нецензурная лексика становится все менее запретной, хотя пользователи соцсетей умудряются прятать бранные слова, заменяют буквы цифрами, точками, символами. Дно из Псковской области возглавляет список самых некультурных населенных пунктов. К слову, с июня в Москве области развернули кампанию против сквернословия. Наш корреспондент поинтересовался у одинцовцев, как они относятся к бранным словам. Мы должны транслировать все-таки что-то хорошее в окружающий мир, а не плохое. Если это в общественном месте, то, конечно, отрицательно. А у себя дома люди могут делать все, что угодно. Как? Сквернословие – это ужасно. Оно портит русский язык, однозначно. Я думаю, сквернословить не стоит никому, начиная от детей и заканчивая даже самыми возрастными людьми. Ну, это не очень, конечно, хорошо сквернословить. Это очень… человека не красит, на самом деле. Конечно, это плохо. Я вообще считаю, что это от недостатка словарного запаса. Да, конечно. Эти и другие статьи уже ждут вас в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты вы можете найти на наших фирменных стойках, а электронный – прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова